Тигра 131 Тигра 131 Поэтому в целом, ребят, ну я бы сказал, что самое ценное все-таки не према, но и сама машина. Забегая также не так вперед, как назад убегая, я могу вспомнить, что данную машину выставляли на продажу за 2000 золота. Просто голую машину и слот в ангаре. И здесь получается математика очень простая. Стоит ли 1000 золота 7 дней према открытое все оборудование на эту конкретно машину, ну и соответственно X5 на нее. Вот и вся математика, а там дальше уже определяйте сами финансово целесообразно или нецелесообразно приобретать данный аппарат. Что касается самой машины, засудим сейчас с вами орудие, ну а потом пойдем заценивать все остальное в бою, ну и в сравнительные таблицы мы заглянем. Что касается орудия, время сведения практически 4 секунды и я бы сказал, что это многовато. 3.9 действительно не очень комфортно. Время перезарядки 6.8 для 6 уровня нормальное, окей, все хорошо, практически 2000 единиц ДПМа с учетом оборудования и амуниции. Что касается разброса, заценим с вами в бою, потому что говорить о данной цифре можно как о хорошей заявленной цифре, а вот как оно отыгрывается это уже дело совсем другое. Бронепробитием 150 в целом достаточно, если вдруг не хватает, то у нас есть подкалиберные на целых 200. И переключать себе с досылателем на калиброванные снаряды я бы остро не рекомендовал, потому что вы выигрываете всего 8 мм к пробитию, но при этом у вас существенно, ребят, провисает ДПМ. У вас получится ДПМ от 1800. Мне лично нравится больше играть именно на досылателе. Что касается углов склонения орудия, то минус 8 подразумевают собой комфортную игру от неровностей, но давайте будем говорить откровенно. К чему приводит у нас, как правило, хорошая цифра по углу склонения орудия? Она в первую очередь приводит к тому, что вы имеете возможность играть где-то от башни, да, то есть опустил орудие вниз и играешь. Но, ребят, что вам первое необходимо понимать? Что минус 8 здесь нет, как таковых, когда вы стоите прямо. Вот если вы башню отвернете и будете опускать орудие вниз, тогда у вас получается минус 8. Здесь это не сильно хорошо показано, но в целом, ребят, поверьте на слово, что вперед пушка склоняется не настолько бодро, как вы того хотели бы. Что касается брони, да, здесь броня действительно в башне есть, есть очень хорошая большая маска орудия, которая закрывает полностью весь лоб, а по щекам башни, то есть по бортам вот здесь вот в начале, довольно хорошая приведенка. Но если вы башню хотя бы чуть-чуть отворачиваете, то сразу происходит к вам первый же снаряд от вашего соперника и, поверьте, приходит с пробитием, потому что здесь уже, в принципе, бронирования как такового нет. Всего лишь 80 миллиметров без приведенки, ну а там уже приведенка теряется, как только вы башню отворачиваете, и вот, допустим, там, если стоите вот так, то 130 миллиметров. Ну, понятное дело, что пробивать будут. Есть комбашня, которая, в принципе, имеет приведенку, но опять-таки пробивается. Есть планка мехвода, которая не забронирована практически ничем, есть передний бронелист, верхний и нижний бронелисты под такими наклонами стоят, что, в принципе, в них можно попадать только вот в каких-то вот таких вот проекциях. Но зачем это делать, если в такой проекции можно забратывать сюда и вот сюда вот в башню, в темечко, ну и, соответственно, спереди, если вы будете смотреть на данного товарища в виде своего врага, вы будете абсолютно спокойно пробивать его в переднюю планку сюда, в передний бронелист и в планку мехвода. Поэтому, в целом, я бы не сказал, что данная машина отличается хорошим бронированием, соответственно, хорошей живучестью. И отыгрывать от ромба, да, окей, типа, можно было бы, но только в случае, если ваш соперник прям совсем, как бы там, то ли не понимает, что он делает, то ли ему заняться нечем. Потому что зачем бросать сюда в борта, если как только вы выезжаете из-за какой-то неровности, появляется вот этот вот квадрат, который все больше и больше увеличивается, чем больше вы выезжаете из-за какой-то преграды, соответственно, сюда вполне спокойно можно набрасывать. Здесь брони нет 100 мм, а с приведенкой там, как ты не стань, ну, 103 мм. Короче говоря, разговаривать по броне здесь просто не о чем. Самыми прямыми конкурентами данной машины на уровне являются Тигр Куромори... Господи, Куромори Мины СП. Короче говоря, коллекционная машина. И я бы сказал, что здесь по броне немножечко веселее. Здесь действительно чуть-чуть больше брони, но, согласитесь, несущественно. И второй конкурент это Ледокол, коллекционная машина из Батл Пасса. Здесь повеселее, здесь действительно можно отыгрывать от ромба, потому что когда вы башню вот так вот ставите, выезжаете из-за какого-нибудь там, я не знаю, дома, то вот эта верхняя планка, да, планка мехвода, она имеет хоть какую-то броню и, соответственно, принимает хоть какие-то рикошеты. Но, с учетом того, что приведенной брони здесь вообще никакой нет, то в целом голда заходит в Ледокол вполне себе даже комфортно и уютно. В конце концов, в основании башни. Ну, короче говоря, серых зон тут больше, чем хватает. Что касается сравнительной таблицы, то вот эти трое товарищей. И, как вы видите, по ДПМу я бы сказал, что он, в принципе, адекватен. Практически 2000 ДПМ против Куро Мори Мины, у которого 2150. И да, безусловно, данная машина куда веселее и интереснее. Но стоит помнить, ребят, что конкретно данного Тигра, как правило, продают за реальные бабки в магазине. А вот эту машину можно взять за голду. Поэтому сравнение все-таки, ну, не является совсем справедливым и честным. Что же касается Ледокола, то данная машина была в Батл Пассе, возможно, будет на продаже. Возможно, из каких-то контейнеров можно будет собирать какие-то части сертификатов, допустим, там, в тех же самых Батл Пассах, в последнем контейнере, который вы можете открыть. Довыполняя свои боевые задачи. Короче, ребят, по ДПМу действительно среди этих товарищей самым адекватным, я бы сказал, является Куро Мори Мины. Ну, а Тигр-131 является победителем, потому что конкретно Куро вы с трудом себе приобретете. Что касается пробития. Как видите, абсолютно нормально адекватное. При этом альфа у них у всех одинаковая. Ну и что касается перезарядки, то перезарядка, я бы сказал, хорошая у Тигра. Это, безусловно, лучше у Тигра Куро, но все-таки, ребят, возвращаясь к теме возможности его приобретения. Что касается сведения, разброса полностью одинаковая машина. То же самое касается и подвижности. Удельная мощность типа где-то чуть-чуть лучше у Куро, но все равно, ребят, не принципиально и в бою особо не почувствуете. А вот по доходности я бы сказал, что Ледокол существенный лидер. 145 против 126. То, что я говорил, что Тигр-131 далеко не фармер на своем уровне. И процент по победам у 131 тоже никчемен. 48%, даже до 50% не дотягивает. При том, что двое ребят, которые есть в сравнении, 54% имеют процента и 53% с копейками. Вот такая вот кухня получается по сравнительным характеристикам. Я бы сказал, что Тигр-131 далеко не самая удачная и самая классная машина, на которой можно весело и задорно погонять и получать постоянно какие-то хорошие результаты или фаниться на ней. Да, безусловно, какие-то там 2-3 боя, а если вы прям совсем рукастый, то может даже и 4-5 боев будут какие-то зачетные. Ну, я имею в виду те, которые не обидят вас своими результатами и не расстроят этими результатами вас. Но если вы все-таки средний игрок, игрочок с процентом побед где-то в районе 50-55%, ну, я бы сказал так, данная машина особо много удовлетворения и особо много результатов вам не предоставит однозначно. Он очень медленный, как ни крути. Да, он, если сравнивать подвижность с двумя товарищами, с которыми мы сравнивали его, он полностью идентичен по подвижности. Но это не говорит о том, что он хорош. Это говорит о том, что они просто не отличаются. Он действительно очень медленно передвигается по карте. Ничего веселого в передвижении данной машины я для себя не нахожу. Я сейчас развил свою максималку в 37 километров, и я продолжаю еще ехать до позиции, до которой я хотел добраться. Теперь, что касается поиграть. Я выехал сейчас против Арла 44-го и уже отхватил на 118. Ой, сколько там? 118, да, с меня сейчас сняло. Или больше? Нет, больше. Ну ладно, хорошо. Бок с ним. Я думаю, что вы увидели, сколько урона в меня забросили, и что я не смог сделать Арлу абсолютно ничего. Ну вот сейчас хоть как-то вроде бы реабилитировался, хоть немножечко забросил, но, ребят, все-таки не дотягивает машина до того, чтобы считаться прям клевой и веселой. Пока вроде бы все ровно, это потому что мне союзники помогают. Ну вот то, что я говорил, что как только ты появляешься, тебя сразу пробивают. Причем пробивают налегке абсолютно. Давай, выпрыгивай сюда. Я так понимаю, ты хочешь побудаться со мной? Давай, подсоби, Сушка. Пожалуйста. Ну как же так? Ай-яй-яй-яй. Спасибо большое нашему тяжику за то, что он продолжает держать этих двух товарищей и таким образом не дает им подъехать. А я продолжаю, ребят, разбирать Басотто, пытаться. И это не очень весело. Не понял сейчас, вот совсем не понял. Лаг какой-то был жесткий. Углы склонения, как вы видите, их не хватает, это очень неприятно. Спасибо большое. Наверное, это была какая-то такая завуалированная месть за то, что я там случайно его не заметив поджал. За мной будет охотиться однозначно. Пытается КВ-220-й ко мне подобраться. В принципе, я могу его понять. Я шотный, всего 31 хп у меня осталось. И согласитесь, КВ-220 отступая от темы. Классная машина. Довольно неплохо забронирован, как для своего пятого уровня. Вот так вот отыграли первую катку. Сейчас обязательно заедем во вторую. Вот обратите внимание, куда мне прилетело. Помните угол, про который я говорил, когда мы играли... Ой, когда мы смотрели, простите, данную машину в отношении ее брони. Именно про этот угол планки мехвода я и говорил изначально, что вот туда прилетает зачастую. Потому что это первая серая зона, которая появляется из-за какого бы укрытия ты не выезжал. 1070 единиц нанесенного урона я никого не вынес в ангар. При этом я получил знак классности третьей степени. В принципе, неудивительно, потому что машина не популярна абсолютно. И планка не задрана на знаки классности. Что касается, ребят, результатов по фарму. То без прем-аккаунта 11 тысяч, а с премом за этот бой было бы 22 500. В целом не уходишь в минус, но сказать, что ты прям фармить на ней сможешь серебряндию. Нет, абсолютно у тебя это получаться не будет. Третье место в команде по урону. В целом достойно. И скажу откровенно, тигр 131 плюс-минус за бой будет вывозить по наносимому урону. Ориентировочно где-то от 1000 до 1500 урона. Это если стандартный обычный нормальный бой. Больше он будет вывозить, если вам попадутся, точнее, не совсем умелые соперники в бою. Или у вас появится возможность заехать кому-нибудь там с борта, либо с кормы. Или найти какого-нибудь спящего соперника. Ну и, соответственно, воспользоваться своим довольно-таки значимым на своем уровне ДПМом. Ну что, поехали. Попытаемся еще чего-то сделать. Обратите внимание, с нами в команде есть как раз тигр Куру Мори Мины. И мне будет очень интересно посмотреть на результаты боя. И мы сравним с вами по результатам данного боя количество вывозимого. Каждая из этих машин. Главное, чтобы и я, и мой союзник отыграли хорошо. Имели плюс-минус нормальные результаты по настрелу. Желательно, чтобы мы еще и где-то рядом находились по количеству того, что мы смогли настрелять. Тогда будет вообще классно. Тогда мы сможем посмотреть максимально справедливо, скажем, на результаты. По тому же самому фарму, да, и по количеству того, что танк за бой смог сделать. Так, ну что, поехали. Попытаемся кого-то увидеть. Хотя, по большому счету, мне очень сильно не хочется с кем-либо встречаться. По точности орудия. Орудие очень точное, нормальное. По времени сведения вполне все комфортно. По разбросу все тоже вполне нормально. Обратите внимание, куда бляха-муха постоянно прилетает, да. То есть, вот эта гадская планка мехвода, она не оставит вас в покое. И ваши соперники будут только ее родимую и выцеливать. Так-с. Бодро выехал. Вопросов нет. Да, я поживлюсь твоей хп-шкой. Даже загуслить получилось, если я не ошибаюсь. Так, 45-ка должен быть сейчас на КД, если я правильно все понял. На удивление, сейчас мне хватило угла склонения орудия вниз, для того, чтобы закинуть в нижний бронелист ему. Попадание. Класс. У него всего лишь 12 хп осталось. Я закинул ему вниз башни, да, там в район орудия. И при этом я не смог его вынести. Каким образом, я не понимаю. Серьезно. Сейчас прилетит опять в планку мехвода, к гадалке не ходить. Смотрим. Нет, передний бронелист. И, кстати, пытались дать в борти, но я так понимаю, что это тот редкий случай, когда случайно это произошло. Ну, видите, передний бронелист, он шьется вообще, в принципе, как пальцем. Без каких-либо проблем. Ну что, досматриваем бой, посмотрим на результаты, посмотрим на нашего товарища, на Курова, что он смог сделать за данный бой. Посмотрим на результаты, ну и, соответственно, будем подбивать итоги. Итак, друзья мои, данный бой закончился поражением. При этом я смог набросать 1600 единиц урона. Что касается результатов по фарму серебра, допустим, того же, то здесь 14 тысяч серебром. Ну а если был бы прем, то за этот проигрыш я получил бы 25 с половиной. Что, в целом, я считаю довольно неплохим результатом, с учетом того, что мы проиграли. Что касается результативности моей в пределах своей команды, то я занял первое место по количеству нанесенного урона. И, что касается Куромори, я не думаю, что здесь имеет смысл сравнивать. Просто потому, что у парня в данном бою, ну или у девчонки, абсолютно ничего не получилось. Поэтому сравнивать нам с вами, ребят, нечего. Теперь давайте подбивать итоги в отношении того, стоит ли данная машина 3 косаря голды в составе вот этого вот наборчика. Мое скромное мнение, что за 3000 голды можно купить себе что-то более интересное. И после того, как на продаже были тот же самый Лев за 5500 с огромным количеством вкусняк, которые есть в данном наборе. С учетом того, что в свое время СУ-100У, ПТ-шка 6 уровня, была на продаже за 2 косаря. И за 2500 можно было взять себе ни много ни мало того же самого Франкенштанка. Я думаю, что самым грамотным решением будет, если вы не коллекционер и не гоняетесь за данной машиной, а хотите себе более-менее толковую и играбельную машину, для того, чтобы на ней весело выезжать и погонять, то приберечь свою голду и взять себе что-нибудь, пускай подороже, но все-таки более толковое. А данный же товарищ, я бы его отнес как раз к коллекционным машинам. Да, он значится у нас как прем, но по большому счету это просто машинка в коллекцию. Она не предоставит вам возможности фармить серебро, она не предоставит вам возможности поднимать свою стату, она не предоставит вам возможности получить массу фана и удовольствия от боев, которые вы можете получить на каких-либо других машинах в нашей с вами игре. Вот такое вот скромное мнение по поводу, по моему скромному мнению, беззубого Тигра 131. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение по поводу данной машины, но и обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. Я рассчитываю на вашу поддержку в развитии нашего с вами канала. Спасибо вам большое, всех благ, всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!